Что это такое? Что-то я забрала? Поделитесь трансляцией во время эфира два раза и вы получите какую-то... У тебя есть модра? Нет? У меня есть модра, но... Как это? Или можно сейчас будет что-то получить? Какую-то карточку? Какие-то карточки? Что это такое? Зачем вы все губы качаете? Это некрасиво. Хорошо. Как с этой модем? Ну, как будто бы, мне кажется, это не особо важно сейчас. Не спите? Нет, не сплю. Мне 20. Дон Хуан, боже ж ты, мой милый, вернулся. Что, не спится? Да, мне не хочется спать, как будто бы вообще. Все на одно лицо. Ну, я просто одно русский. Да, пусть пишут. Аха-ха, дом. Ноги мне идут, но тебе накаченные губы идут. Да они у меня сдулись уже, они у меня, ну, типа, небольшие. Они выглядят уже, ну, типа, не прямо, но жестко. Спасибо большое. Я не понимаю, у меня накручены зрители или нет. Мне просто сказали, я теперь об этом задумалась, но не думала об этом. Нет, не слушай их. Привет, Настюшка, привет. Что, реально у всех? Я выгляжу как у всех? У меня что, лицо как у всех? Реально? Скажите, please. Bitch, please. Bitch, please. Просто для меня это неприятно. Да зря я тебе бы сказала, что за один зритель, какая накрутка. Не знаю, но мне кажется, просто, типа, нельзя накручивать зрителей. Особенно на стримах, мне кажется, это вот вообще какая-то такая херня глупая была бы. Вот. Я такая сейчас спокойная, ну, просто на тебя, знаете, тут сидят люди, которые меня особо не знают. И я аж обычно не такая спокойная. Я такая, знаете, типа, подзаряженная немножко всегда. Ну, сейчас тоже такая заряженная, но спокойная просто. Спокойно себя ощущаю, чувствую. Вот. Ужас. Всем привет. Опять 101-11-11. Типа 1-1-1. Спасибо большое за розочки. Очень приятно. Bitch, please. Диус. Почему никто ничего не пишет? Я бы поговорила о чем-нибудь. Просто, знаете, у меня сейчас не настолько сильно, ну, пораскопает сколько времени у вас. Ну, я думаю, пойду через минуток пять-десять спать. Ну, сейчас пока что посижу. Я больше не... Мои бабницы громче на тебя звонят. Малые. Сколько они уже звонят у тебя, на меня. Хорошо, расскажи, что тебе нравится в мужчинах, что выделили для тебя мужчины из лопы других. Вот этот вопрос мне очень сильно нравится. На самом деле, хорошая вот эта скрина. Сейчас. Мне, для меня лично, в мужчине, внешность второстепенна. На первом месте, ну, хорошо, ладно, на первом месте мы будем смотреть на ухоженность. Это вот... У меня нет каких-то таких, знаете, жестких засколков, там, чтобы внешне как-то выделялся человек. Нет. Если говорить конкретно про какие-то черты характера, мне нравятся люди, которые показывают твою значимость в их жизни, которые показывают, что ты важен, ты нужен, то, что тебя любят, то, что тебя уважают. Мне нравятся верные люди, которые показывают эту верность тоже. Люди, которые понимают то, что у тебя есть свое какое-то личное пространство, свои какие-то проблемы, загоны и так далее. Тебе нужно иногда побыть одному. И этот человек это понимает и учитывает. Когда... Мне нравятся люди, которые делают подарки. Я очень люблю. Я очень люблю подарки. Вот. Вот. А, для меня очень важно, типа, знаете, не бабки, а щедрость. Вот. Когда человек, ему не жалко. Ему не жалко тебе дарить подарки и так далее. Это не зависит от того, типа, там, ты мегамиллионер или ты там работаешь, я не знаю, не важно. Ну, не важно, где ты работаешь, но, типа, зарабатываешь намного меньше. Вот. И вот щедрость. В мужчинах я очень это ценю. Вот это вот качество. Щедрость. Вот. Мне кажется, это такое прям крутое качество. Вот. Мне нравится человек, у которого есть чувство юмора. Вот чувство юмора, это тоже очень важно. Но тоже, чтобы не было перебора каких-то там тупоровых шуток, какой-то вот такой вот херни. Знаете, уже, ну, чтобы до маразма не доходило. Вот так вот. Ну, не, в плане внешности еще, типа, мне важно, чтобы парень был там выше меня и больше. И больше. Спасибо большое. У меня есть чувство юмора. Вот так вот. И для меня, типа, это прям важно. Ну, вот самое важное, это, типа, верность, щедрость, взаимопонимание. Привет-привет. Любовь. Ну, тут мы все выше из чувством юмора. А щедрое? Потому что я щедрость капец, как ценю. Привет, я в голову укусили. Привет, да. Укусили, да. Спасибо большое. Печи, плиз. Ну, так вот. Что еще? Давайте еще какие-нибудь такие вопросы. Ну, сказать-то мы можем многое. Все умные и щедрые. Салам. Салам. Твое лицо супер. Спасибо большое. Спасибо большое, родной. Я квадробер. А что насчет дружбы, девушек с парнями? Я нормально к этому абсолютно отношусь. На самом деле, это тоже зависит от людей. Если мужчина умеет дружить с девушкой, это очень круто. Если девушка умеет дружить с мужчиной, это тоже очень круто. Просто некоторые люди этого не понимают. Типа, они не видят границ. Вот. А когда ты видишь, расставляешь правильно границы, то... Да. Дружба может быть, в принципе, между девушкой парнем. Вот. Ну, я так думаю. Много, вот, типа, я знаю, что в большинстве случаев парни не согласны с этим. Вот. И парни думают, что, типа, дружбы не существует. Я идентифицирую себя, как уница. вы видели, как в Америке, типа, бля, люди идентифицируют вот эту вот гендерную вот эту вот херню. Он, они, оно. Там вообще до таких... Я представляю тебя на сносях. Что такое снося? Что это? Купер, моему опыту, дружба действительно не существует. А мне кажется, существует. у меня есть друг, с которым мы... А, беременная. У меня есть друг, с которым мы дружим, типа, уже пять лет. И, типа, нормально дружим. Отлично. У тебя фетиш на беременных? Скажи мне, пожалуйста. Ты постоянно про это пишешь. Постоянно. Да, ничего не было. Не было, не было. Ничего. все только в рамках дружбы. Нога так чешется. Ляшка. Вот, поэтому, да. Чего, просто всякая курица инфицирует. А дети будут цыплятами. А что думаешь насчет изменения пола очень популярны в Европе? Я думаю, это нормально, если, типа, человеку это нужно, если он не может без этого жить, то, ну, да, я не знаю, типа, как считают психологи, как считают люди, там, с научной точки зрения, нормально это или нет, или это какое-то отклонение в голове. Но, если человек, на самом деле, этого хочет, то почему нет? Я никогда в жизни, типа, не буду осуждать. Это уже делается для каждого. И это не делают, типа, человека плохим человеком. Вот. У них, в принципе, без разницы. Часто много. Какая разница? Вот так вот. Сейчас я сижу, разговариваю с вами, что... Блять, мне так иногда бесит вот такая, типа, саму уверенна. Кидай адрес, я выезжаю. Блять, куда ты выезжаешь? Тебе адрес психушки сказать? Или что? Что значит есть? У меня диагноз, я с вами, наверное, мне так страшно. Раскладывайте. Расслабляемся. Какая дерзкая. А у меня был такой момент, кстати, то, что... У меня был такой момент, короче, рассказываю историю. Мне нравился один мальчик в универе. Давно-давно. Вот. А потом, типа, я ему призналась, что мне нравится такой, блин, мы не можем быть вместе и так далее. Я такая, ладно, хрен с тобой. Все. И потом был момент, что он мне начал писать в Инстаграме, как-то типа, флиртовать со мной и так далее. и он такой, и он такой, давай я там приеду. и я смотрю смс. И я смотрю смс. Везде. Мессенджер, телеграм, инстаграм, везде. Ты ненормальная, ты ебанутая дура. Что ты вообще? Я в лесу нахожусь сейчас около леса, около какой-то больницы. А я так проснулась, типа все, он мне это все, он мне опять звонит и такая, алло, типа я сплю. Он мне такой, ты ненормальная, типа дура, иди в нафиг. Ну и матом это все говорит. Вот. А я такая, а я типа делаю вид, что я сплю и потом мне настолько сильно спешно становиться, я беру в трубку просто смеяться начинаю. Вот. И короче, для меня это очень такая история, ну что. Он не мог посмотреть, я не знаю, он был пьяный. Вот. Ну что, типа я была влюблена ради того, чтобы мне потом просто, типа, я не знаю, что-нибудь что-то сделали такое плохое, негодяйское. Нет, конечно. Нужно себя тоже уважать, знаете. Скажите. Себя нужно тоже уважать. Поэтому да. Ну для меня-то история, это ну типа-то жестко. Да, я представляю, как ему жестко было. И мы до сих пор, типа, мы дружим. Вот. Он типа обиделся на меня, но мы типа до сих пор. Хотел, чтобы ему что-то перепало. тихо. 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 Тихо.